Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. На улице замечательная погода, самое время раскочегарить гриль. Я собираюсь приготовить куриные колбаски. Чтобы не терять сегодня лишнее время, я вчера закупил куриные бедра уже без костей и подморозил. Мясное сырье нужно будет пропустить через мясорубку с самой мелкой решеткой, затем внести соль, пряности, фосфаты, все перемешать, затем добавить ледяную воду и пробить в блендере до состояния мульти. А сейчас надо мелко нарезать сыр, острые и сладкие перцы. Все это пойдет в колбаски. А теперь все превращу в эмульсию. Если у вас нет вот такого вот кутера, то можно даже ручным блендером все пробить. Музыка Продолжение следует... Все готово. Можно набивать колбаски. Я это буду делать при помощи китайского колбасного шприца. Обзор на канале был, ссылочку в описании оставлю. Чрева у меня свиная. Я ее замочил примерно полчаса, может быть, уже час назад в прохладной воде. Набивать надо неплотно, чтобы потом была возможность во время перекручивания колбасок уплотнить их как следует. Пора раскочегаривать гриль. Продолжение следует... Чистить проще на горячую. Но начинать готовить эти колбаски нужно на непрямом жару. Поэтому я развернул решетку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На непрямом жару колбаски нужно довести до внутренней температуры 45-50 градусов. При этом корочка образуется, шкурка подсохнет. Только после этого перекладывать на прямой жар. Причем, когда температура внутри колбасок будет примерно 35-40, я еще и дыма добавлю. Это у меня щепа дуба. Щепа в пакетике из фольги. Кислорода внутри мало, поэтому она будет тлеть внутри, не вспыхнет сразу. А вот эти всякие идеи по поводу вымачивания щепы, это дурь несусветная. Коптить нужно на сухом дыму. Влага внутри дымовой камеры приводит к тому, что на поверхности продукта появляются, во-первых, некрасивые потеки, во-вторых, сам продукт приобретает такой мерзкий кислый привкус. Коптить нужно на сухом дыму. Парочка-троечка минуток под крышкой, затем перевернуть на другую сторону, еще несколько минут и можно открывать пиво. Парочка-троечка Смотрите продолжение в следующей серии. Момент пробы. Горяченький, с пылу с жару. С дымком. Остренькие, яркие. Чего-то не хватает. Может быть чеснока добавить. Потому что перец сладость дал, красный перец. Зеленый перец дал остроту. Но чего-то какой-то не хватает. Жгучести что ли какой-то. Я бы чеснока, наверное, еще добавил. Подумайте сами, что вы хотели бы добавить. С пивком. Чудо. Солнце. Гриль. Это какое-то чудо. Пробуйте. Добавьте своих пряностей. Напишите в комментариях ваш состав колбасочек. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok